Серьезно укрепив состав, Родина сделала еще один важный шаг, но уже в другом направлении. В клубной структуре появилась новая должность – спортивный директор. В поисках нужной кандидатуры правление Родины обратило взор на специалиста, чье появление любой команде придаст большой импульс в развитии. Владимир Янко, подписав контракт с кировчанами, уже приступил к исполнению обязанностей. Своими планами он поделился сегодня журналистами. Репортаж Романа Четверикова. Неоднократно бывая в Кирове, Владимир Янко больше привык находиться бок о бок с тренерами. На этот раз ему пришлось выходить на публику в окружении членов правления Родины. На первой пресс-конференции в новом для себя качестве известный специалист отдал должное Игорь Кировчан и той незабываемой атмосфере на стадионе, с которой он сталкивался здесь со своими прежними командами. Конечно, то, что произошло в том году, я думаю, что это такое мелкое недоразумение. И его надо исправлять. Правда, исправлять придется уже, конечно, нам намного сложнее, сами понимаете, потому что это будет стоить уже определенных затрат. Но я думаю, благодаря спонсорам мы эти вопросы все постараемся решить. Главную задачу на этот год Янко видит в дальнейшем укреплении состава. В качестве новичков спортивный директор называют исключительно воспитанников местной школы хоккея. Если удастся вернуть Шабурова, Жданова и Бушуева, то Родина заметно приблизится к уровню топ-клубов. Но не все будет зависеть от наличия громких имен в составе, считая Янко. Должный результат приходит от сложенных действий всего клубного механизма. Вот если команда, вот ее главный тренер, вот он здесь присутствует, действительно покажет нам что-то такое, что заинтересует всех нас и болельщиков в первую очередь, и руководителей, и всех остальных, поверьте мне, Родина будет не самым бедным клубом, а может быть даже и может быть самым процветающим. Сделать таковым Родину мечтает руководство команды. Поэтому оно не случайно остановило выбор на человеке, знающим, как нужно идти к большим хоккейным победам. Все мы ее любим по-разному. Кто любит и делает для команды, кто-то просто говорит, кто-то обсуждает, кто-то хает. Но команда у нас очень хорошая, и есть желание, чтобы эта команда действительно занимала, ну, будем видеть, ведущее место в хоккейском у нас в России. Помимо тесного взаимодействия с тренерским штабом Родины, Владимир Янко намерен уделять внимание детской хоккейной школе. Вникать в дело клуба он начал с понедельника. По собственному признанию, работа предстоит сложная, но интересная. Правда, создать из Родины гранды за один сезон Янко и не обещал. Роман Четверяков, Игорь Охотников, Вести Киров.